Вадима Ксенина переизбрали на пост мэра еще на 5 лет. Как известно, сделали это депутаты Воронежской городской думы, а не сами воронежцы. Но мы решили спросить у жителей, какие достижения Вадима Юрьевича они могут отметить за прошедшую пятилетку. Честно, не заметила никаких изменений. Не в лучшую, не в худшую. Мне кажется, все по-прежнему. В каких-то местах стабильно не очень хорошо, а с каких-то, наверное, хорошо. По весне растаял снег и появились ямы на дорогах. Вот это, конечно, стабильно. В этом есть стабильность. В городе вообще не отношусь к политике никак. Ни плюс, ни минус и так далее. Мне не ремонтируют плохо. Вообще никак. К мэру никаких ни претензий, ни положительных, вообще ничего. В самом вот центре хорошо. А вот взять маленько вот в сторону текстиля, там, ну вот, там, где пенсионный фонд. Вообще дороги ужасные. Постоянная грязь, постоянные лужи. Ну, естественно, это плохо. Я каждое утро мешаю эту грязь, прыгаю по этим лужам. Ну, когда погода позволяет, так. Лучше, ну, хотя я не местная, не воронежская. Ну, оцените. Ну, дороги. Да, а так вот. Ну, дороги не везде хорошие. Дороги не везде хорошие. В общем, почище город. Ну, есть как и положительные, так и отрицательные, конечно же. Меня, как гражданам и жителям, меня больше всего отмущает транспортная развязка. Потому что увеличение количества машин и проходимость. Очень печально. Надо что-то с этим решать. Потому что уже в Ворошилово стоит. Ну, все мы прекрасно понимаем, что пробки, это пипец. А то, что облагорожено, все озеленяется. Это очень, в принципе, все классно. Сколько у нас достопримечательностей появилось. Это круто. И туристический поток тоже увеличивается. Это очень в разы. Ну, есть что гостям показать. На этот вопрос я вам не могу ответить. Наши мнения разойдутся. Почему? Ну, допустим. Мне нужно честное мнение. Потому что все просто в шоке от его работы. И мы в шоке. Мы сами убираем свой двор. Хотя у нас должна быть управляющая компания, которая этим занимается. А убирают жильцы дома. Так что мало он справляется со своими обязанностями. Нормально. Почему? Вы что-то отмечаете хорошее. Ну, видно, что он работает. Все хорошо. Больше я не могу ничего сказать. Я могу сказать однозначно. Город расцвел парками, скверами. Наконец-то закончили замечательный наш орленок. Вот. Все-таки долгий такой носовой платочек там всего лишь. Но много и долго туда положили. Получился изумительный, в общем-то, скажем так, парк. Но я хочу сказать, что город после зимы не метеный. Как каждая хозяйка, знаете, дома моет стекла, там подметает, убирает. Ну, вот требуется нам вот эта генеральная уборка. Вот куча вот этой пыли убрать, которая летает. Деревья, которые у нас вот обломились. Вот чуть-чуть не хватает лоска. А так я езжу очень много. Я по городам в своей работе. Я могу сказать однозначно. Воронеж один из самых красивых городов. Это самый красивый город, который... Не потому что я здесь живу, но он реально красавец. Вот. Поэтому я надеюсь, что наш мэр услышит это. И как бы приложит усилия. Вот. И мы будем так же любоваться и радоваться нашему городу. Ну, вот сколько я живу, все хорошо. Вот у нас, например, в нашем микрорайоне чисто, красиво. Всегда порядок. Это где? А вот новый современный комплекс по 9 января. Чудесный. И в целом вот я пешочком хожу долго, часа два. Ну, пройду, посмотрю. Вчера была вот на Карла Марса сквер там хороший. Такой чистый, красивый. Ну, там девочка на скрипке играла. А так уютно, да? Да. Хорошо. Мне понравилось. Обратил внимание на то, что очень многое изменилось в парке, подреставрировано. Очень красиво стало. Ну, красивее, чем пять лет назад определенно. Редактор субтитров А.Семкин.